всем привет мои хорошие я наверно тот самый архаман который не верю дай попробую это про arcs race вот такие были у него красивые когда-то цветочки убрала я уже палочки держатели и вот такая печальная картинка наблюдается у него в горшочке да с какими бы хорошими корнями не пришел данный сорт он все равно их портит вот прошел месяц с момента поступления и привезла я всего одно растение и все-таки свои корешочки он успешно испортил ну и здесь не только корешочки вот убрала лист один под ним черная чешуйка такая мягкая как бы водянистая ну посмотрим что там надо его пересадить по крайней мере для начала посмотреть что с ним ну а потом будем уже думать во что его сажать сажать его или выкидывать постелила газетку и сейчас мы с вами попробуем что-то с ним сделать и почему такой сорт всегда так себя ведет вот очень даже интересно девчата напишите у кого-нибудь есть arcs race который именно голландский которого вы купили взрослого и он у вас прекрасно сейчас живет очень интересно так ну что мои хорошие для начала мы срежем цветоносы срезать я их буду до живой почки вот таким образом в надежде на то что все таки цветоносы сохраняться до момента нужного для меня и эти цветоносы пойдут в дело но если нет значит нет так вот эти светлые корешочки мы их оставляем эти тяжики вообще можно все удалить хорошего в них ничего нет это тоже испорченный тоже удаляем здесь тоже пустой здесь тоже пустой и здесь пустой для начала удалим все корни а там будет видно но я я имею ввиду плохие но такое ощущение как будто они плохие здесь стали все ну да это тоже видите с виду вроде кажется еще нормальный но он уже не нормальный девчат он уже всем пустой сухой и пустой так вот этот тоже снимаем этот пока оставим он не один сегодня на пересадку еще красотка видите чернота такое ощущение что здесь ничего сейчас не останется отрезаем все эти пенечки и и и и и и и и и вот если честно ни разу не видела в домашнем цветении чтобы кто-то показал его что он цветет домашним цветением и все прекрасно у него с корневой системой позарилась на это потому что были идеальные корни я даже удивилась и кто смотрел поступление до тогда орхидеек наверное помните что я говорила что как ни странно хорошие корни work с рейса чуть-чуть вот таким образом я снимаю вот эту черноту именно пинцетом вот так выщипывая вот этот зачем закукленный корень черный это закукленный он не зря я подготовила максимчик эта дырочка видите от старого корешочка этот лист не будем удалять пусть пока будет так здесь у меня максим я всегда его выливаю в такую баночку максим не разведенный и вот так вот обрабатываем закукленные корни мои хорошие мне часто пишут после вот таких процедур что я обработала корни они все закуклились вот эти корни ой закуклились высохли испортились вот эти корни которые уже большие никогда не обрабатывайте максимом обрабатываю только вот видите корешок закукленный от шейки вылез и остановился вот его я вот так помажу вот эту дырочку помажем хорошенечко где был когда-то корень вот здесь все замажем срез и все как вы видите сами корни которые вот остались да я не мажу да если сейчас намазать эти корни максимом то они конечно же высохнут а вот закукленные корни мазать можно и даже нужно закукленные которые только вышли от шеи но никак не вот эти возможно люди не понимают когда смотрят видео и мажут все корни так вот здесь тоже у нас что-то сухое так уберем здесь хороший все оставляем подсыхать пускай хорошенечко подсыхает и дальше будет видно поставлю ее пока в баночку вот в эту пускай сохнет таким образом пусть стоит ну а мы с вами возьмем вторую красавицу вот эту это у нас вот такая красотуля карина плохо ловит фокус ну вообще их не их их цвет всегда очень сложно правильно поймать тоже мы сейчас ее с вами освободим из посадки пока не буду снимать держатели и не буду удалять цветочки посмотрим что у нас здесь и как здесь не все корни испорчены поэтому возможно здесь будет совершенно другая картина и будет все гораздо лучше торфяной стакан так как не крути а мне вот они очень мешаются так сейчас мои хорошие сниму так сняла держатели чтобы они не мешались убираем все мягкие корни то есть испорченные так уберу вот эти все желтые корни потому что они все равно в дальнейшем сейчас испортятся до эти корни не видели света они были в глубине горшка поэтому они такие светлые но а может быть от того что что-то не в порядке с орхидейка так тоже может быть поэтому уже это все проверено временем эти корни все равно уйдут и только испортится потом в посадке если мы ее сейчас будем сажать срезаем кончик пенечка здесь все чисто так пенечка Так, ох, какие же длинные у тебя цветоносы, подруга. Так, вот еще сухой корень. Где-то еще видела. Вот еще. Убираем вот этот лист. Так, этот тоже удаляем, потому что вот эти корни не заглубятся в посадку. И этот убираем. Я убираю корни, потому что я хочу эту орхидейку сейчас, если буду сажать, заглубить. Так, смотрим, что здесь. Здесь все чисто. Так. 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 Хочу срезать. И все срезы обрабатываем максимум. И чуть-чуть захватываю шейку. Так. 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 Срезала я все-таки ей цветоносики, потому что они ее перетягивают. и будет очень сложно ей восстанавливаться дальше. Будем уже любоваться домашним цветением. Ну, а с этими цветочками просто попрощаемся. Да. Я не буду ставить их в водичку. Так. Здесь у нас пускай пока подсыхает. У меня для них сделаны фоточки. И сейчас я их помечу. Так. Так. Вот здесь, между прочим, так хорошо она встала. Сюда. Вот таким образом. И я так думаю, что вот есть у меня вот такой растущий мохсфагнум. Да. Кстати, это худенький мохсфагнум. А так у меня в продаже вообще для посадки, для долгой посадки есть жирный мохсфагнум. Это вот такой. С красными шишечками. Похож на спагмаз. Обалденный мох. Но его использовать я сейчас не буду. Как приобрести? Ссылочка под каждым видео есть на мои ВК и электронную почту. Кому где угодно, пожалуйста, добавляйтесь. Также есть кара сосновая. Ну, и много чего есть. Пишите. Ну, а этот зелененький мох, худенький, я давно поставила в эту баночку, как будто чувствовала, что он мне пригодится. Он растущий. Видите? Прямо форму взял. Мы сейчас вот так вот как-то его чуть-чуть разделим. Маленечко. Там с иголочками с лесными. И сейчас маленечко тут все переделаем. Этот мох мы поставим сюда. вот таким образом. Вот так вот. И поместим корешком сюда орхидейку. Давайте чуть-чуть покрутим, чтобы там корешок встал. Вот. И вот так вот у нас с вами получилось. Сейчас попробую приблизить. Видите? Шейка не касается мха. Там пространство. Воздух будет гулять. Сейчас мох влажненький. И поэтому мы не будем сюда добавлять никакой водички. Тем более нам надо, чтобы Максим хорошо-хорошо подсох. Оставляем ее на пару денечков. И пускай она так и стоит. А вот для второй орхидейки-то я тоже приготовила такую же емкость. Но я так думаю, что у нас с вами ничего не получится. Как вы думаете? Просто очень бы хотелось за ними понаблюдать. При очень. Иголочки, видите? Так, давайте будем пробовать. На самый низ отправляем мох. И делаем углубление. Мох делаем по краям. Вот так. И теперь попробуем посадить сюда орхидейку. Как у нас получится? Знаете, все мое временное в итоге оказывается на очень долго. Так. Так. В эту сторону не крутится. Значит, крутим в обратную сторону. Поправляем все корешочки. Держатели я сюда ставить не буду, потому что они могут заплеснивать. А нам этого совсем не надо. Так. Мы сейчас просто расправим корешочки. И корешочки будут ее там держать. Да, сейчас, конечно, травма корням тоже делается. Мох влажный. И поливать мы с вами это растение тоже пару дней не будем. Растение по приходу ко мне всегда обрабатываются от насекомых. Это обязательно. Потому что у меня... Ну, это уже мои растения, поэтому... Вот. Замечательно тоже села. Вот так. Нет, не замечательно. Она шатается. Нам надо, чтобы она крепко сидела. Сейчас возьму, наверное, чистенький держатель. Один. Ставим вот так сюда с краешку, чтобы его видеть. И зафиксируем нашу орхидейку. Так. Одного мало ей. Она хочет еще один. Вот так. Так. все держится все дня через два я подолью им по чуть-чуть водички буквально грамм даже меньше 50 грамм по 30 этого будет достаточно потому что мог намокнет он сейчас влажной вода не требуется и также влажность будет здесь держаться ну а мне будет вот именно в такой посадке удобно наблюдать за шейкой за будущими корешками которые будут проклевываться ну и вообще будет удобнее смотреть за состоянием этих растюшек но конечно потом когда я увижу что они уже хорошо адаптировались принялись я их просто осторожно пересажу на постоянное место жительства но пока будем наблюдать как они себя будут чувствовать думаю с кариной будет все хорошо но вот arcs race конечно оставляет желать лучшего но время покажет придет время если они не отсушат цветоносы я их срежу но пока пускай они побудут за место держателя все мои хорошие не забывайте подписаться на мои каналы на яндекс дзене на рутубе на ю тубе и также добавляйтесь в контакты если вам интересны орхидей ки и все про их жизнь все мои хорошие всем пока пока вот такая пересадочка сегодня у нас с вами было двух красавиц